Что посмотреть и куда сходить? Наша подборка самого интересного в городе. Поехали! В это воскресенье поклонники японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки смогут насладиться музыкальными путешествиями в миры легендарного аниматора. Концерт пройдет в доме Гоголя. Зрители увидят картины удивительных пейзажей и знакомых героев, услышат увлекательные истории и, конечно, прекрасную музыку из мультфильмов Миядзаки. Исполнят произведения мультипликатора лауреаты международных конкурсов из ансамбля Терцио. Начало в 5 часов вечера. В эту субботу у всех желающих есть возможность прогуляться по легендарному поселку художников Сокол. В этом году ему исполняется 100 лет. На экскурсию по поселку приглашает детская библиотека номер 31. На ней участники смогут познакомиться с уникальными памятниками архитектуры, узнать их историю, услышать рассказы о тех художниках, которые когда-то здесь жили и творили. Начало в 12 дня. А в Государственном музее Владимира Маяковского в эту субботу пройдет лекция, посвященная модным пристрастиям поэта. Гости узнают, что Маяковский был большим модником. Любил покупать дорогую обувь, стильные вещи, но никогда не терял чувство меры, поскольку обладал безупречным вкусом. Каким был Маяковский в повседневной жизни, каковы были его привычки и как он работал над своим имиджем? Обо всем этом вы узнаете на лекции. Начало в 15.00. В этом году страна отмечает 130-летие со дня рождения Маяковского, поэтому 7 и 8 октября все желающие могут посетить не только лекцию, но и спектакль, посвященный легендарному поэту. Это музыкальная драма, музыку которой написал Василий Вакуленко, больше известный как Баста. В этом спектакле есть все. Трагическая любовь к Лилибрик, предательство возлюбленной, «Далекие голоса эпохи» и финальный выстрел. Роль Владимира Маяковского исполняют Станислав Тикунов и Игорь Коняхин. Спектакль идет на сцене театра «Ленком». Показы два раза в день в 14.00 и 19.00. 7 октября в Большом цирке Навернадского состоится премьера шоу «Королевство» режиссера Аскольда Запашного. Зрители могут увидеть воздушных гимнастов, акробатов на роликах, дрессированных попугаев «Хаски» и «Львов». Это не просто разрозненные выступления, это представление с единым сюжетом о королевстве, которое заколдовала злая ведьма Марам. Кто поможет снять заклятие? Узнаете, посетив шоу. Выходные представления будет проходить в час дня и в 5 часов вечера. Еще больше интересного на нашем сайте wm.ru